Друзья, всех приветствую в начале очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Поскольку сегодня понедельник в 15.00 по московскому времени состоится традиционный вебинар, правильный понедельник, и тему этого вебинара традиционно предлагаю определить вам. Мы запустим голосование в нашем телеграм-канале после этого эфира, соответственно, предложим несколько тем на выбор. Та, которая наберет больше всего ваших голосов, автоматически сделаем вывод, что она вам наиболее интересна, станет центральной в ходе моего предстоящего выступления. Поэтому обязательно найдите время, подключитесь к прямому эфиру. Также, если будут вопросы, сможете задать их в прямом эфире. Ну что ж, друзья, повестка текущей недели по содержанию экономического календаря. Очень насыщенная. Действительно, релизов будет очень много по практически всем инструментам, которые нас интересуют. Очень много будет отчетов по английской экономике, которые повлияют на фунт. И мы, думаю, на этой неделе получим очень хорошее основание для того, чтобы дожать пару фунт-доллар до нашей долгосрочной цели 1,20. Тем более, что до этого уровня остается 150 пунктов. И в свете предстоящих релизов по рынку труда, по инфляции, по уровнячным продажам, есть, опять же, признаки, говорите о появлении вот этих убедительных доказательств того, что фунт останется аутсайдером. Ну, давайте по порядку. Завтра в центре внимания трейдеров будет как раз отчет по рынку труда Англии. Также релиз по инфляции в Канаде. Напомню, что за канадским долларом мы также следим. И ранее я делал очень большую ставку на то, что канадский доллар должен получить солидную поддержку, как только рынок нефти развернется и вернется к прежней траектории роста. Сейчас именно это и произошло. Поэтому то, что канадский доллар сейчас несколько уступает позиции американскому конкуренту. На мой взгляд, это временное явление, которое очень быстро сойдет на нет. И в конечном счете мы увидим то, что лидерство в этой валютной паре будет принадлежать именно канадскому доллару, обычно извлекающему максимум выгоды из-за высоких цен на углеводород. В среду нас ждет блок данных из Китая. Это ВВП, данные по промышленному производству, инвестициям. То есть статистика, которую мы тоже будем интерпретировать не только с точки зрения ее влияния на общее рыночное настроение, потому что все ориентируются на китайскую экономику, но будет иметь очень большое значение эта статистика для рынка нефти. Чем лучше данные, тем, соответственно, больше оснований для того, чтобы бренд WCI сохранили положительную динамику. Потому что чем лучше чувствует себя Китай, тем больше нефти ему требуется. В четверг нас ждет выступление Паула, рассчитывая, что в этот раз он освежит, опять же, представление тех, кто еще сомневается или, скажем так, начал забывать о том, что ФРС настроен на дополнительное ужеточение монетарной политики, напомнит всем, что это решение по-прежнему остается в силе. Ну, я не сомневаюсь, поэтому ранее, собственно, говорил, что индекс доллара может сохранить восходящую динамику. Мы как раз именно это и увидели. После непродолжительных сессий коррекционной динамики буквально за один день доллар полностью реабилитировался, и, в частности, индекс американской валюты снова вернулся выше 106 пунктов. И в пятницу под закрытием торговой недели нас ожидает отчет по уроничным продажам Англии. Если в течение недели не добьет пара до цели 1.20, я имею в виду пара фунт-доллар, то после выхода данных по уроничным продажам мы их будем интерпретировать как индикатор потребительской активности. Условия для этого точно будут созданы. Ну, давайте по порядку. Индекс доллара. Текущие котировки 106.28. В конце прошлой недели я так быстро пробежался по основным факторам поддержки доллара. Это высокие цены производителей, по сути, это промышленная инфляция. Это высокое значение индекса потребительских цен основной инфляции 3,7%. Прогноз предполагал, что в прошлом месяце инфляция должна была сниться до 3,6%. Но мы видим то, что инфляция напротив остается, ну, как минимум, высокой, а во многих странах она снова вернулась к траектории роста. Чем дороже, друзья, будет нефть, чем выше будут котировки, тем больше будет нефтяной рынок влиять на то, что происходит с инфляцией. Поэтому на всех международных форумах, которые сейчас посвящены перспективам мировой экономической политики, именно повышение цен на нефть анализируется как чуть ли не главный риск, который заставит центральные банки, которые вроде бы как уже жесткую монетарную политику оставили где-то позади, вернуться к ней и снова продолжить повышать процентные ставки. Это еще один акцент на то, что экономические перспективы крайне определены по общей мировой экономике, потому что при таких ставках, как мы видим сейчас, многие страны уже как минимум буксуют, а некоторые уже, очевидно, находятся в стагнации. Что будет дальше, когда ставки снова будут расти? Будем держать руку на пульсе, друзья, и когда это случится, тогда будем делать объективные выводы. Данные по первичным заявкам на пособие по безработице тоже хороший отчет. Общее количество обращений за неделю 209 тысяч – это прекрасное значение, которое доказывает то, что рынок труда США остается устойчивым и крепким. И небольшую отсылку сделаем на протоколы последнего заседания американского регулятора, где как раз представители ФРС отметили то, что экономические перспективы для американской экономики не определены. И много говорили как раз о том, что из-за того, что инфляция выше целевого ориентира и рынок труда, как они выразились, остается дефицитным, но это действительно так, то уместно как раз продолжать жесткую монетарную политику. Отсюда, опять же, вытекает вывод, что еще одно повышение ключевой процентной ставки действительно возможно. Поэтому идеальные условия для того, чтобы индекс доллара как минимум не снижался, был стабильным, периодический рост и, напоминаю, наша цель является закрепление этого актива выше 107 пунктов. Золото – 1919 долларов за тройскую функцию. На золоте я, конечно же, обжегся в конце прошлой недели, потому что положился на локальные изменения рыночного сантимента и вот второй раз подряд, по сути, попал в ловушку рынка. Ну, так бывает. Кто же знал, что одновременно будут расти и золото, и индекс доллара как защитные инструменты. Но, видимо, геополитика с моей стороны была недооценена. И этот фактор все же повлиял на то, что большее количество крупных денег стало заходить в золото. После тестирования и закрепления выше планки 1900 я позицию закрыл пока что вне рынка. Если вам интересно, что будет дальше, то, опять же, полагаясь на рыночный сантимент, сейчас большинство находится в продажах, поэтому есть потенциал для дальнейшего роста. Но теперь по рыночному сантименту я буду ориентироваться на совсем круглые цифры, экстремальные значения, к которым мы привыкли. Это экстремумы 30-70 как минимум, чтобы уже не совершить третью ошибку подряд. Рынок нефти 90.86, факторы поддержки для нефтянки. Это усиление геополитических рисков, напряженности на Ближнем Востоке. И еще и, скажем так, новый виток санкций против российского экспорта, потому что американские власти впервые ввели санкции против владельцев танкеров, которые перевозят нефть по цене выше лимита, определенного прежним пакетом санкций. 60 долларов за баррель. Это стало еще одной причиной, за которой все стали прикидывать, а что если в конечном счете эти меры станут тем самым условием, при котором дефицит на мировом рынке нефти превысит 3 миллиона баррелей в сутки. Это уже к началу следующего года. Этого казалось достаточно, чтобы котировки улетели снова выше 90 долларов за баррель. Евро против доллара 1,0524. Слабый промышленный отчет по еврозоне. Снижение, в котором выражение, на 5,1%. Лагарда, ее выступление, скажем так, без чего-то нового. Единственное, что она отметила, что окончательная политика должна оставаться в силе. Но впервые за долгое время не стала конкретизировать перспективу повышения ставки на ближайшем заседании. То есть она, по сути, обошла этот момент. Многие решили, что это сигнал того, что Европейский центральный банк на ближайшем заседании точно не станет повышать ставку. Укрепление позиций доллара – еще одна причина снижения главного валютного риска. И благодаря этому росту доллара мы сделали нашу цель по евро-доллару 1,05, потому что лоу был на отметке 1,04,94. Друзья, я предлагаю шаркать дальше евро целями 1,04. Британская валюта 1,2150. Комментарии были на форуме Международного валютного фонда. Крайне негативные. Еще более негативные комментарии о перспективах экономики министра финансов Англии Джереми Ханта, который отметил, что сейчас условия гораздо хуже, чем были весной. И очень скоро Минфиину, Банку Англии придется принимать нетрадиционные и крайне негативные по последствиям общественности меры по бюджетной экономии. Это в том числе стало причиной и дополнительной для снижения фунта, но минимумы реальные еще впереди. Доллар канадец уже отметил. Ждем поддержки со стороны роста нефти для канадца. И цели 1,35-1,34 все еще актуальны. Пара доллар-иена 149,40, цель 150 все так же. Максимум конца прошлой недели 149,82 немного не дотянули до данного ориентира. Но думаю, что сможем это сделать в ближайшей торговой сессии. Друзья, на этом собственно все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой недели. Всем пока.